Приветствую вас, я бы начал с чувства вины на самом деле, там я считал, именно оно является лейтмотивом всего вашего повествования, как мне показалось, действительно, что именно вина мешает вам двигаться дальше, именно чувство вины мешает вам смотреть вперед, именно чувство вины мешает вам как-то... начинать что-то новое, делать что-то, идти дальше и так далее. Вот мне думается, что чувство вины это лейтмотив вашего повествования и, в общем-то, именно от него, от чувства вины и нужно для начала вам освободиться. Сейчас вы отыгрываете как будто не свою жизнь, не свои эмоции, а эмоции и жизнь ваших, например, родителей, которые, по вашему мнению, потратили кучу денег за пять лет вашего обучения. Возможно, эти ожидания, которые у вас есть, которые у вас присутствуют, возможно, именно они мешают вам, вообще говоря, как-то вот двигаться дальше. В общем, то есть, возможно, эти ожидания всегда были с вами и всегда мешали вам чувствовать себя, понимать себя, делать то, что вам хочется, к примеру, и так далее. Я этого, конечно, не утверждаю сейчас, я этого не могу утверждать, но, как вариант, это вполне реально и вполне можно сработать. Вот, именно как такой определенный блок, который стоит между вами и, соответственно, между тем, что вы хотите добиться, тем, что вы хотите сделать в своей жизни и так далее. Вот. А есть ощущение, есть такое ощущение, что вы себя просто-напросто не чувствуете, есть такое ощущение, что вы себя не ощущаете, есть такое ощущение, что вы просто не готовы как-то вот взять себя в руки, не готовы даже не взять себя в руки, а не готовы принять всё богатство вашей личности. а может быть вы даже её не чувствуете, богатство этой личности. Вот. Второе, это то, что касается принятия себя и самооценки. Самоценка у вас достаточно низкая, я думаю, спорить с этим вы не будете. Это чувствуется, ну, чувствуется по вам, чувствуется по тому, как вы ведёте повисование, чувствуется по тому, как вы выстраиваете свой текст в частности, в том числе. Вот. И мне кажется, что связано это с тем, опять же, что вы никогда не делали того, что вы чувствуете, вы не ощущали живую и обратную связь от поступков, которые для вас играют какую-то серьёзную роль, которые для вас чем-то значимы. Вот такое у меня возникло ощущение, на самом деле, от вашего текста. И, понимаете, сам ваш вопрос, он не от сердца идёт. Он идёт от развода. По сути дел. То есть вы, эээ, говорите, как можно себя изменить, предполагая, что есть некий универсальный метод, универсальный способ, универсальный ключ, который поможет вам это сделать. Но его нет. Понимаете, какая штука. И исходить нужно именно из вашего опыта, исходить нужно именно из того, что вам самому хочется, что вам самому нужно. Смотрите. Вы пишите, ещё со школы я не знал, кем хочу быть. Ну, надо сказать сразу, что в школе дети достаточно редко знают, с кем они хотят быть, а если знают, то, ну, это редко, когда, знаете, кончается чем-то хорошим. В том смысле, что ничего хорошего из этого, ну, не получается ничего хорошего из того, когда ребёнок в школе знает, что, что, кем он хочет. Потому что, да, там какие-то базовые знания даются в школе, безусловно, но, мне кажется, ээ, реноваться ребёнку для школы знает, кем он хочет. Может быть, где-то в концу школы, да, но в самой школе вряд ли. Вот. Здесь у вас что имеется? Здесь у вас имеется, что-то вот такое, значит, ощущение, да, требования к себе. Что-то вы как будто, вот, требуете, требуете от себя вот говорить себе, что я, я должен, я должен, я должен, я должен, я должен, должен был знать, кем я хочу быть, я должен был это знать. Ну, вот, ну, тут, как бы, опять же, хочется, хочется вас спросить, почему вы считаете, что, вот, ну, вы должны были знать, эээ, в школе, да, почему вы считаете, что вы должны были знать в школе? С кем вы хотите быть? Вот почему? Просто откуда у вас это, вот, это, ну, такое, как бы, требование к себе? Вот. То, что, что оно, ну, не просто так, то, что оно не взялось ниоткуда, это, понятно, но, почему, почему вы считаете, что должны, должны были знать, кем вы хотите быть все в школе? Ведь нельзя определенно, что это некоторые требования к себе, определенно. Определенно, что это некоторые требования к самому себе у вас есть. И только вся в том, откуда они эти требования вообще, вообще взялись. Дальше, эээ, так, эээ, дополнительные дизайнеры я выбрал посмотреть на человека, с которым мы периодически общаемся. То есть, по сути, не прислушившись к себе. Со школы я был очень стеснительным, но там где-то не нужно. Кто определяет, где нужно, где нет, большой вопрос. Эээ, стеснительность, эээ, по факту, стеснительность, эээ, означает, что вы себя не принимаете. Стеснительность означает, что вы себя не чувствуете. Стеснительность означает, что вы себя не ощущаете. Стеснительность означает, что вы не принимаете своих чувств, вы не видите своих чувств. стеснительность означает, чтоб вы не позволяли себе эмоции. Вот что по факту означает стеснительность. И с ней, со стеснительностью, на мой взгляд, нужно, конечно, работать, нужно, конечно, взаимодействовать. Вот. То есть, ну, то есть, желательно поработать с этим. Поработать с этим и увидеть, откуда, опять же, она у вас взялась. Это самое стеснительное. Ибо, как правило, значит, свое начало, она стеснительность берет из семьи. То есть, это слишком строгие родители, как правило. Вот. Такие, ну, подавляющие, не подавляюще строгие, в общем, родители. Вот. Это очень важная история, на мой взгляд, опять же. Дальше. Так. Значит, за школу успел набраться того, чего не стоило. Вредные привычки, безответственное отношение к собственной жизни. Ну, здесь, опять, вы, как будто бы, знаете, вот, себя оцениваете. То есть, как бы, кто сказал, что за школу, ну, не нужно набираться того, а нужно набираться этого. Почему вы считаете, что чего-то набираться можно, а чего-то нельзя? То есть, как бы, видите, здесь вы себя, по факту, здесь вы себя продолжаете оценивать. Вот. И, как бы, ну, хорошего в этом, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, хорошего в этом нет ничего, опять же, для вас. Вот. Что касается вредных привычек, что касается вредных привычек, то, опять же, вредные привычки, они на ровном месте не возникают. именно вредные привычки на ровном месте не возникает, именно вредные привычки. То есть, если у человека есть вот вредные привычки, как таковые, то это означает, что, ну, что для чего-то они нужны, и у вас не появилось бы вредных привычек, если бы, если бы, для них не было бы оснований, понимаете, определенных. Поэтому, прежде чем говорить о том, что вот этих привычек у меня, например, быть не должно, да, прежде чем об этом говорить, ну, наверное, наверное, имело бы смысл сперва спросить, спросить себя, как они появились у вас, опять же, почему для них было, вот, ну, почему для них была возможность, почему для них была возможность, почему для них, почему у них был ресурс, да, вот. Понимаете, о чём идёт речь? Дальше, значит, так, безответственное отношение к собственной жизни. Ну, опять же, это мы не взяли, что значит безответственное. Первый курс СУФАКа, университет, попал на дневное, родители заплатили. Но чувствуется, что вы здесь, как бы, ну, не самостоятельно, что ли. Вот есть такое ощущение, да, что вы здесь не самостоятельно, как будто. то есть заплатили, родители, вот, а вы, как будто в этом, ну, вы, как будто в этом вообще не, участия никакого не принимали, в том, что происходит, то есть в учебном процессе, такое ощущение, что участия вы не принимали. Я вас сейчас не обвиняю, на самом деле, у меня нет желания вас обвинять. Вот я хотя хочу сказать, что учились вы, судя по тому, что вы пишете, именно потому что надо было учиться, но не потому что вам этого хотелось. Вот. Это, это опять же не хорошо и не плохо, это просто дальности, это просто факт. Вот. И остается, точнее оставался только вопрос о том, почему так? То есть почему вы учились, эээ, не хотели учиться, почему вам это было неинтересно, вот. Кем вам, допустим, хотелось быть, а вы не знаете, кем вам хотелось быть. Дальше. Была очень волнующая и приятная обстановка, первые методы с учебой прошли и относительно неплохо. Много девочек, интересные пары. Ну, вот обратите внимание, дальше, что здесь вы обращаете внимание на девочек. Тут как бы, ну, обращайте внимание на то, что девушки, что вот, видимо, чувствуют, что девочки вас интересуют, вот. Хотя, как бы, ну, первично все-таки это именно работа, ну, именно, даже не работа, а первично это обучение. Ну, нас волнуют девочки. Тут, как бы, точно есть такой момент, на мой, на мой взгляд. Вот, вы говорите об интересных, эээ, парах, вот, вы, ну, рассказываете о интересных парах, но судя по тому, что вы, вот. А, видите, я полагаю, что все-таки пары были не настолько интересными, чтобы вы, вот, как-то, ну, чтобы это как-то вас увлекло, на самом деле. Чтобы это как-то вас завлекло, вот. Опять же, я сейчас не говорю о том, что я истину вещаю и глаголю истину, вот. Но у меня так, вот, видится, по крайней мере, сейчас, по крайней мере, сейчас, вот. Так что, то, что вам интересно было, вот именно, ну, именно, вот, в, 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 в период обучения, в период своего обучения, то, что вам было интересно, в период вашего обучения. Это, мне кажется, очень, эээ, такой, важный момент. Очень важно это понять, что вам было интересно, на самом, на самом деле. Вот. То есть, вполне вероятно, что, ну, может быть, вам было интересно, совсем не учеба, да, и учиться, учиться вы, там, особо не хотели, к примеру. Дальше. Так, эээ, значит, на этом радости жизни, эээ, все вам все нравилось, если бы не мой характер. На этом радости жизни закончились, я стал пропускать пары, когда однажды не сделал домашнее задание, помню, как мне было неловко, очень. И вот здесь вы забываете одну важную вещь, эээ, по отсутю, по отсутю, вы забываете одну важную вещь. Вы забываете о том, почему вы не сделали, эээ, по факту, почему вы не сделали домашнее задание, то есть, почему вы были выполнены. Вы об этом не говорите, но вы его не сделали. И вопрос заключается в том, что у этого, вот у того, что вы не сделали, эээ, домашнее задание, были причины, были основания. Дальше. Дальше. Помню, как мне было неловко очень, а я перестал ходить вообще. Ну, смотрите. Вы говорите, что вам было очень неловко, и что вы перестали ходить вообще. Почему вы восприняли это как неловко? То есть, что в этом для вас было неловко? Ну, не выполнили домашнее задание, и что? Что? Что такого? Страшного. В этом. Но, очевидно, иногда страшное было. Причем, настолько, эээ, сладное, что вы даже перестали ходить. Вот. Что в этот момент испытало? Стыд. Сожаление. Страх. Страх, что, ну, например, что вы будете, ну, что вы не, эээ, что вы будете там, к примеру, ну, не, ну, что вы не такой. Вот. Страх, так, что вы будете каким-то, ну, каким-то, может быть, каким-то позорным, да, или что-то вот вроде этого, что-то вроде того. Так, мне кажется, что этот момент, эээ, ну, ну, нужно поисследовать. Обязательно нужно поисследовать, потому что он, этот момент важен. Важен именно для, эээ, понимания, вами, эээ, самого-самого себя. Вот. Ибо здесь вы не сделали ничего такого, чего не делал бы, чего не делал бы студент, обычный студент. Но вот это вызывает истрии. И у этого есть свои причины. Причина. Дальше. Так, я пришел ходить вообще, зимой перешел на некоторые экзамены, и после каникул совсем пришел ходить. Ну, понимаете, это процесс. То есть это, вот, то, что вы описываете, это процесс. И это процесс начнет исследовать. Возможно, это процесс того, что началось раньше. Возможно, это то, что началось именно тогда в университете. Ну, скорее всего раньше, но, возможно, и в университете. То есть у вас это не просто какие-то поступки. Да, это стратегия. Это поведенческая стратегия, которую вы искренне направлены на исследование. И вы планомерно, вы планомерно добивались, вы планомерно достигали, вы планомерно шли к тому, чтобы добиться того, чтобы вас исключили. Вы именно планомерно к этому двигались. Вот. Еще раз. Я хочу, чтобы вы меня поняли. Хочу, чтобы вы поняли меня правильно. А? Я вас. Не обвиняю. Не обвиняю вас ни в чем. Но я очень хотел бы, я бы очень хотел, чтобы вы рассмотрели эту ситуацию. Чтобы вы рассмотрели, чтобы вы постарались увидеть ее. Понимаете? Потому что это ваше повидение. Вы делали так, потому что вам чего-то хотелось. Вы поступали так, потому что что-то было на тот момент тогда. Для вас важно. Что-то нам нужно это постараться понять. Что же вам важно. Возможно, это какие-то действия, действия, связанные с родителями. То есть, вы все традиции хотели доказать. Возможно, что-то еще. Так. Ремонт так. Значит, тут вы просто описываете свои действия. Увидите бесчувств. Вы говорили, что деканат приходил, боясь войти в кабинет. Говорил, что буду посещать. Начал такой позор, что пришел появляться. Ну, опять же, из-за чего позор. То есть, понимаете, вот тут вот идет все понаращающее. А, значит. Ну, и дальше то же самое. Вы испытали стык, не сделали домашнее задание. Такое ощущение, что, значит. Что вы боитесь оправдывать, боитесь не оправдывать, что их-то ожидали. И вот это возможно. Ваша главная проблема. Что вы живете не с тобой. Не своими желаниями, потребностями. А вы живете аналогично других людей. Вот. В частности, возможно, речь идет о, ну, о родителях. В частности, возможно, речь идет о девушке. Или о ком-то. Еще. Может быть. Но здесь. Очень хорошо прослеживается ваша не самостоятельность. А вот именно. Относительно того, что вы хотели бы и хотели бы для себя. Сами. Вот. Понимаете? Какая штука. Поэтому мне кажется, что начинать вам желательно вот с этих моментов. Начинать вам нужно именно с этого. С природы стыда, которую вы ощущаете каждый раз, когда не обрадуете чьи-то ожидания. И со временем этого стыда становится все больше. То есть вы чувствуете, как он, как бы захватывает вас. Этот чувство стыда. Вы это ощущаете. Ощущаете, как его становится все больше. А других чувств становится все меньше. Все меньше и меньше других чувств. Других эмоций остается. Дальше. Значит, перед тем, что началась апатия, которая до сих пор продолжается. Но это из-за того, что вы вот не ходили после армии. Апатия это давление. То есть вы ощущаете давление на себя. Вы ощущаете давление. Тут, конечно, вот есть очень важный момент. Очень важный момент. Откуда это самое давление возникает? То есть апатия это давление. Это прессинг. Это некая такая, знаете, даже, возможно, тяжесть, я бы сказал. Но это то, это то, что вы чувствуете. Так вот, давайте подумаем вместе с вами, да? Давайте подумаем вместе с вами, что вы чувствуете и почему. Почему? Почему именно этого и ощущаете, а не что-то, например, другое. Это, мне кажется, крайне важный момент, на который вам желательно обратить свое внимание. Самое пристальное внимание. Я бы сказал. Пришло время я поменял работу. Познакомился с одной милой девочкой с первого мэда. Первая девочка в целом один поцелуй. Для меня это было большой радостью с ней просто гулять, ведь я даже этого не имел за свою жизнь. Ну, здесь вы, по сути, говорите о своей стеснительности. Опять же. Здесь вы описываете свою стеснительность, здесь вы описываете свою неуверенность, и здесь вы описываете, как мне показалось, скрытую мысль о том, что вы недостойны. Что вы недостойны девушки, что вы недостойны быть с девушкой, что вы недостойны, значит, ну, может быть, любви, вот. Об этом, возможно, идет ваша вот эта фраза, ну, ваша фраза, ваше высказывание, что во всей жизни я не имел даже этого. Вот. Такой момент. И здесь очень сильно чувствуется то, как вы себя обесцениваете. Но, в моей части, чувствуется и то, что девушка для вас, это вот прям, знаете, что-то такое необычное. Это... Чудо, по сути. Вот. Я вам могу совершенно точно сказать, что мало кому понравится быть для кого-то чудом. Чудо, 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 чудо. Очень мало кому понравится быть чудом. Для кого-то. Понимаете? Потому что, ну, это накладывает очень серьезные ожидания для человека. И... Ожидания эти... Порой... Весьма тяжело... Оправдывать... Постоянно, то есть, это давление... На... Человек. Вот. Поэтому... По-видимому, это одна из причин, по которым ваша девочка могла... Не захотеть... По сути... С вами сближаться. Вот. При том, что вы сами... Могли быть... Хорошим человеком. Вы сами могли... Ничего плохого... Не сделать. И... По сути, вы сами могли быть чуть-чуть не идеальным... Ну... Мужчиной. Для нее. Вот. Но именно... Тот... Факт... Что... А... Вот этот вот момент... Да, именно тот факт, что... Вы идеализировали ее... И она... Вероятно, это чувство... Вот. Он мог... Оттолкнуть... Оттолкнуть... Ее от вас. Дальше... Я даже... Так, и тут я облачался из своего характера. Ну... Понимаете, возможно... Уже... Уже... Тогда... Вы чувствовали... Эм... Какую-то неправильность... Самого... Себя. Вы... И... Чувство... Неправильность... Самого... Себя. Вы... Могли это сделать... Специально. То есть... Могли сделать... Специально так... Чтобы... Девушка... Не захотела... Допустим... Допустим... С вами быть... А... Вот... Эм... И... Чтобы подтвердить... Вашу позицию о том, что вы... Какой-то вот... Ну... Не такой... Что вы неправильный... Что... С вами... Что-то не... Что-то не так... Вот... И так далее... Я, конечно... Здесь... Не могу... Наверняка... В этом... Быть уверенным... Вот... Но мне кажется... Мне кажется... Что... Эм... Это не личный смысл... Потому что... Вы как-то... Эм... Знаете... Ну... Как-то с готовностью... Что-ли... Слишком... Сказали... Что... И тут я облажался... И что... Из-за своего характера... Как будто... Эм... По-другому вообще быть... Не могло... Да... Даже... Вам повелось бы несколько раз... Как друг... Ну... Я думаю... Что... Здесь... Вы... Склонны... Ситуацию... Драматизировать... Потому что... Как-бы... Понятно... Что... Девушка... Вам нужна... Была... Понятно... Что... Вот... Что... Вас не получилось бы... Просто... Повести... Повести себя... Как друг... Ну... Просто... Вы бы этого сделать... Не смогли бы... Вот... Раз... Смогли... Смогли... Значит... Она... Это позволила... А раз она это позволила... Значит она этого хотела... Значит скорее всего изначально у нее не было к вам... Эм... Таких... Каких-то вот... Чувств... Ну вот... Эм... Которые... Ну... Которые... Ну... Которые вы рассчитывали... Ну вот... А... Вот... Которые... Которые вы... Которых вы... Хотели бы... Эм... Вот... Мне так это... По крайней мере видится... Вот... Я не утверждаю... Сейчас... Наверняка... Наверняка... Этого момента... Вот... Но мне так... Кажется... Дальше... Так... Значит она... Эм... Соответственно... Очень странная... Она меня... Спустя 8-9 месяцев... Вообще не стала игнорировать... Ну... Возможно... Потому что вы ей... Эм... Вы... Меняли свое поведение... Эм... Вот... Это... Далеко не всегда... Приятно... Конечно... Конечно... Далеко не всегда это... Здорово и круто... Вот... Но... Эм... Как... Как правило... Это... Именно... Такая история... Вот... Дальше... Идем... Так... Значит... Эм... Так... Она меня... Так... При этом я написал, что я для нее близкий человек, и я это близко к сердцу воспринимал, но не понимал одного, как можно говорить, что близкий и динамик. Ну... близкий... Тут надо сказать, что близкий... По-разному... Понимается... Да? То есть, ну... Люди по-разному... Понимают это... Люди по-разному понимают... Эм... Как бы... Эм... Слово близкий... И... В общем-то, ничего удивительного в том, что... Эм... У вас есть... Разница... Понимать... Ну вот, есть просто разница в понимании, да? Эм... Эм... Близости... Вот... Понимаете? Какая... Какая... Эм... Эх... Какая штука... Вот... Дальше... За 9 месяцев общения я даже не дал ей понять, что я не... Об этом... Вот... Я, если честно... Думаю, что она была... Эм... В курсе... Этого в курсе того, что... Вы... Вспитали к ней какие-то чувства, просто она... Припочла на это... Ну... Не обращать... Скажем так... Внимания... Вот... Припочла не заметить... Не заметить... Так было удобнее... Вот... Хотя вам... Эм... Ну... Безусловно... Эм... Это, наверное... Б... Было бы... Ну... По-моему, это, безусловно, неприятно... Вот... Дальше... Эм... Идём... Ага... Так... Когда я признался, она меня мягко и ловко отказала... Ну... Она взяла... Одновременно... Не воспринимала вас как мышцы. Я прямо чего-то ждала... Выжидала какой-то момент... Она устала ждать... Я её понимаю... Теперь забыть не могу... Я не думаю, что она чего-то ждала... Потому что, опять же, ну... Слишком это... Было бы странно... Вот... Странно... Если бы... Она чего-то ждала... Да? А... Зачем? Для чего её ждать? Понимаете? То есть, я думаю, что... Вы здесь выдаёте... Ну... Вы здесь... Вы даёте... Желаемое, да... Действительно, опять же... Опять же, я вас... Понимаю, я... Ну... Могу понять... А... Почему так... Происходит... Вот... А... Но... Тем не менее... Тем не менее... Тем не менее... Дальше... Так... Не могу именно перестать думать об этом... А... О чём об этом... Вы... Ну... О чём об этом... Не очень плохо... Понял? А... Вероятно, речь идёт о ней. То есть, вы не можете перестать думать о ней. Потому что с ней вы чувствовали себя... А... Ну... Чувствовали несколько... Особенно. С ней вы чувствовали себя мужчиной, а... А... Без неё... Мужчиной вы себя не ощущаете. И вот это вот чувство вам хочется вернуть. Но, возможно, не тут... Не только мужчиной вы себя с ней чувствовали. Возможно, вы себя с ней... Чувствовали... Как-то ещё. Вот. Но тут... На самом деле... Эээ... Не особо... Это имеет значение. Потому что... Как бы всё упирается в ваши разрешения. Всё упирается в то, что вам хочется. Всё упирается в то, что вам... Ну... Всё... Всё... Всё упирается... Что... Эээ... Что... Эээ... В чем вы нуждаетесь. По факту. Дальше. Так. За 9 месяцев... Так. Эээ... Она уже... Двух-трёх парней добавила. Эээ... За 2-3 месяца. Я не знаю, что и думать. Что думать, чтобы что. По своей ночи подскакиваешь. Смотришь. Эээ... Спит она или общается с парнем. Откуда вы знаете, что она общается с парнем. Почему вы смотрите? Я устал от себя. Честно, устал. Ну... Я могу вас понять. Другой вопрос. Другой вопрос. Что... В своих желаниях нужно признаться. Каждый... Меня мучают мысли о ней и о университете, где я потратил много лет и деньги родителей впустую 45 лет. Ммм... Деньгами родителей... Ммм... Ммм... Как-то вот... Распоряжает. То есть я... Хочу-хочу сказать, что... Ммм... Ммм... Это были именно деньги родителей. И они... Эээ... Подратили их... Эти деньги... Именно... Потому... Потому что... Эээ... Хотели... Потратить... На вас. Эээ... Почему вы... Эээ... Подвергаете, грубо говоря... Ээээ... Эээ... Сомнению... То, что... Они это сделали. Да? Почему вы подвергаете это сомнение? Ну, это на мой... На мой взгляд... Не очень... Эээ... Понятно. Вы... Здесь... По сути... Эээ... Как бы... Берёте на себя ответственность за деньги... Эээ... Вам не принадлежащие. Дальше. Не могу перестать думать об этом. Как меня носят таких людей. Я не знаю. Ну, каких людей. Да? То есть у вас вот идёт... Ээээ... Тотальное непринятие... Ээээ... Себя. Таким, какой вы есть. Пытался проанализировать эту свою проблему. Если думал о наших отношениях с социей, то я думал именно о ней, а не вынесенном опыте о своих ошибках. Но вы не можете думать о ней. Вы думаете именно о том, что она для вас значит. Вот. Опять же, почему вы думали именно о ней? Если я быть человеком, то я думал предыдущего о том, как потратить деньги родителей и свою жизнь, как я подставил всех, кого всех. А не о том, как жить дальше, какое решение. Ведь ты... Какие решения, ведь ты парень, черт возьми. Ну... Крывалом нужно решить одну проблему, потом другую. Эээ... Комплексы... По внешности. Это, на мой взгляд, одно. А то, что вы сравниваете себя с другими людьми, то есть, недооцениваете, это другое. Вот. Что касается комплекса по внешности, то это, опять же, арендоваться на мнение других людей, а не на себя. Думайте. Наверное, я тоже буду радоваться когда-нибудь, но я уже сомневаюсь. Ну, если ничего не делать, радоваться, конечно, вы не будете. А я не верю, если можно все исправить, ладно, год, но не пять. Домой с ней двадцать лет исправить. То есть, опять же, на чем основывается ваша вера или не вера. Даже если отучатся пять лет, то все около тридцатый будет. И что? Обидно просто. Эээ... Обидно не что. А какая разница, если вы отучатся для того, чем хотите заниматься? Другое дело, что вы, вероятно, ничем не хотите заниматься. Отсюда и такое отношение ко времени. Иногда я беру себя в руки, говорю, во что виноваты? Я это понимаю, впечатли вы. Нет. Вы ответственны за то, что совершили, но не виноваты. Обвинять нас может только суть. Я не счучу. Поэтому только вы взяли и себя обвинили, но слегка рук и ничего хорошего вам не дает. Да и вина вам на самом деле ничего не дает хорошего. Что вам дает вина? Кому это легче? Вы же понимаете, что никому. Но вы продолжаете себя винить. Почему? Потому что не доверяете себе и своим чувствам. Не доверяете тому, что мотивировало вас поступать именно так, как вы поступали, а не как-то иначе, не по-другому. Я думаю, иногда я беру себя в руки, говорю, во время не вернуть, не вернуть, думать об этом постоянно тебе ничего не дать, наверное, найти решение. Вот именно, вы пытаетесь найти решение, но это решение идет из головы. И в этом игнорируются ваши желания, ваши порывы, ваша личность. Я немного успокаиваюсь, даже верюшаю искрой жизни. Улыбают. На следующий день начинается со начала, от университета эта девочка до моей никчемности. Ну, опять же, это означает отсутствие глобального ценнослужительного класса. И все-таки иногда думаю, что у меня все получится, и получится измениться, и я буду радоваться жизни. Ну, знаете, я думаю, что очень важно понять, что вы вкладываете в это слово измениться. Я бы больше использовал термин раскрытие, раскрытие. Вот этот термин я бы больше использовал, а не измениться. Ну, это как-то не то. Как-то это не то. Немного не то. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Как бы работать здесь нужно с вами, Дмитрий. Надеюсь, что вам помог мой ответ. Если он понравился, я вам буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.